Следующая дождь после питы это вата с 15 до 19. Вата это движение, вата это неопределенность, колебания, доминирующая раса, эмоция ваты это страх, питы гнев, кстати напомню вам о капхе, что, кто помнит? Депрессия, верно? Капха депрессия, питы гнев, вата страх, а где же положительные эмоции, где любовь, а нигде? В книжках и в кино, а у человека доминируют вот такие эмоции в это время. Поэтому пугать кого-то лучше всего с 15 до 19, коллекторским фирмам там вот лучше с 15 до 19 точно звонить всем, обзванивать должников. Это время, когда в голове наступает хаос, это время, когда доминирует в сознании неопределенность, неясность, нарушается восприятие. Поэтому если вы кому-то хотите что-то объяснить, то лучше это делать с 11 до 15, чем с 15 до 19. Потому что с 15 до 19 поймут точность искажений. Нам осталось 15 минут. Или же человек будет невнимателен и будет слушать не того, кто-то говорит, слушать себя и так далее. То есть вот это время с 15 до 19 – это время, когда в человеке очень увеличивается скорость всех процессов. И повышенная динамика всегда создаёт нестабильность, потому что тело в статическом состоянии более стабильно, чем то же самое тело в динамическом состоянии. Человек, когда стоит, его столкнуть трудно, а если он движется, то его столкнуть намного проще. Так и здесь. Поэтому стресса лучше всего с 7 до 11, потому что капха в это время доминирующая будет гасить их. С 11 до 15 ни в коем случае нельзя назначать никаких там этих самых, если у вас есть такая возможность. Потому что вам больше достанется. А с 15 до 19 вы просто перепугаетесь, размертничаетесь, будет стресс и так далее. Для начальника наоборот хорошо. Как бы. Но это надо учитывать. Это очень важная вещь на самом деле. Потому что любое потрясение, любой стресс, который случится с 15 до 19, например, тот стресс, который вы испытываете у нас на занятиях, вот, он будет более негативно сказываться на здоровье, чем стресс в любое время, даже с 11 до 15, если мы говорим о стрессе, да, как потрясение. Самое неблагоприятное время для стрессов это с 15 до 19. В это время, кстати, происходит чаще всего и аварии на дорогах статистически. Что внимание человека, тут еще обед со 120 процентной нагрузкой, да, то есть, если он сам по себе уже плохо соображает, а тут он вообще уже ничего не соображает. Вот. Поэтому внимание человека слабеет. Концентрация слабеет. И это происходит с 15 до 19. Поэтому, когда говорят, что там надо утром заниматься, что-то утром изучать, на свежую голову чепуха все это. Разбираться что-то, да, там, анализировать, лучше с 11 до 15. Запоминать, запоминать что-то. Может быть, да, с 7 до 11. Запоминать. Но, ну, просто запомнить что-то, выучить наизусть. Да, с 7 до 11 лучше. А вот вникнуть, понять и разобраться лучше с 11 до 15. А вот с 15 до 19 лучше в кино пойти. Потому что принять решение будет очень сложно. Если с 7 до 11 там будет капка доминировать, и такие процессы стагнационные, вот, то с 15 до 19 здесь наоборот. Будет очень много вакты, очень много каких-то факторов вводных, там, колебаний, волнений и тому подобных вещей. И до чего-то полезного договориться будет сложно. Но уже по другой причине. Спасибо. 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 Спасибо.